Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня мы будем смотреть спойлеры по игрушке Star Stable Online, которые планируют выпустить разработчики в скором времени. Смотреть я буду через группу ВКонтакте, коды Star Stable Online, но также все эти спойлеры есть и на официальных каналах Ютуба. Итак, много чего нового должны были добавить, начнем по порядку. Самая недавняя новость, нам добавят новую амуницию и комплект одежды на персонажа, а также питомец. Но мне кажется, что это для какого-то мероприятия, вот только я не могу сказать какого, очень классный стиль, сочетание темно- даже нет, это матово-черно и с фиолетовыми вставками. Выглядит неплохо, но мне кажется, что брюки не отсюда. Мне кажется, брюки вообще чужие. Потом вот такое вот седло выстковое и вальтрап. Вальтрап понравился, ну а седло... Что-то так себе. Котик черненький с фиолетовыми глазками и фиолетовыми узорами над глазами. И ушки, хвост тоже окрашены. Вот такой вот питомчик. Вот так он смотрится в сумке. Кстати, в сумке он смотрится намного лучше. I need you. Мне нужен вот этот питомец. Это комплект путешественника. Это, к нему, биноклы, карандаши, книжка и тетрадка. Блокнот, точнее. Все, вот такой вот спойлер. Больше всего мне понравился питомец с книжкой, карандашами и блокнотиком. Далее. Следующий спойлер у нас предполагается скидка на чистокровную юринскую лошадку. С 750 до 590 старпоинсов. Так что, если вы хотели эту лошадку и не успели купить в прошлую скидку, пожалуйста, вот на всю породу или на только эти две масти, пока непонятно, будет скидка. Дальше. Следующая спойлер. Этой новые лошади. Точнее, новые масти последних вышедших пород. А также скидка, по-моему, на тракенинскую лошадь. Она будет стоить 590. Так что тоже, если хотите тракенинскую породу, покупайте. И давайте просто посмотрим видео. Только мы посмотрим с официального хип-поп-канала данного мастера. CC Creator, по-моему. CC Creations. Вот. Да. Предупреждение, что опять же могут быть изменения, но да ладно. Первая лошадь это Танисец. Очень, кстати, красивый. Мне редко нравятся лошади, у которых темные масти, светлые гривы и хвост. Не помню, как это Ген называется. Но у этого Танисица это выглядит очень красиво. Особенно зимой. Так что... Даже не знаю. Потом вот такой вот Танисец масти, по-моему, бурый или гнидой. У нас такой же масти есть в игре Ара третьего поколения. Очень красивый, чем тут спирит. Это напоминает носочек один имеется. И на нем это, кстати, масти смотрится очень даже ничего. Мне нравится. Так. Это у нас уже кто? Это Американ Пейнхорса. Нам добавят несколько мастик Пейнхорсов. И масти хорошие. Их прям не хватало в этой игре. Для этой породы я очень радуюсь. Они простые. Не слишком пеггие. Но при этом показывающие, что это все-таки Пейнхорс, а не хвост. Ну что, очень красиво. Мне нравится, кстати, как у него задние ноги целиком белые. Следующий вот такой вот Пейнхорс. У нас недавно убрали Пейнхорса полторашнего поколения. Именно с этой мастью. И теперь они выпускают новые Пейнхорсы с этой мастью. Я очень радуюсь. Красиво смотрится. Розовый носик. Четыре Гольфика. Одна, наверное, черная циркуля. Вот такой вот Пейнхорс. У которого пятнышко только на ушко. Ой, какая прелесть. Как будто глаза с подводочкой. Ой, слушайте, а он красивый. У меня есть Пейнхорс? Есть один. У него хвостик начинается рыжевой. Челка кончает с рыжевой. И ушки рыжие. А, вот на попе пятнышко лежит. А все остальное белое. Класс. И еще одна масть бельдийской теплокровной. Серое яблоко. Ой, вот это моя, наверное, мечта и моя слабость. Гололаски такие красивые. Четыре Гольфика. Эта масть напоминает мне масть старого Липецана. Второго поколения, которого убрали со дня открытых дверей. Вот его и моему хвостик. И еще одна лошадь. Это Пейнхорса, которая очень странная. Последние две масти, которые добавляют для Пейнхорса, они очень странные. Какие-то они не нравятся. И это лошадь со дня. Никто не говорит, кстати, что эта лошадь будет прорываться. Может быть, это будущий НПС или лошадь НПС. Но в самом факте, в игру добавят масть текстуры. Так, скидка про Кеннин. Мы уже говорили. 590 СК будет стоить некоторое время Тракины. Так. Что еще? Ммм. Эт, но это, по-моему, не все. Что-то еще было в спойлерах. Давайте полистаем ниже. Так, этих мы уже видели. Этих мы видели. Спойлер. Еще один. Новая масть Клэйдэс Даля. Но! Есть один нонсенс. Я не могу сказать, что это что-то новое. Мне кажется, это Клэйдэс Даля. Подобную масть мы уже видели в заданиях с Мэри, по-моему. Девочка, которая ведет гонку в золотой низине, в долине золотых листов. Когда мы искали ей лошадь, там, по-моему, была похожая моделька. Вот, в принципе, точно такая же. Но я плохо уже помню. И, может быть, это она же и есть. И все, в принципе, пишут, что зачем создавать двух одинаковых? Ведь у нас есть такой же магик. Вот именно. У нас есть такой же магик. Но зачем иногда людям магик? И, вообще-то, у магика пятнышко на лбу другое. По-моему, ножки другие. Да, магик целиком такой темненький. Ну, в общем, не знаю. Мне лично масть нравится. Даже если у него одна ножка темная. Я люблю симметрию в этих отметинах ногах. Но вот это конь очень красивый. Так что, почему бы и нет. Если он будет NPC-шный опять, это будет даже обидно. Потому что масть у этого Клэйдэс Даля красивая. Отдельно от магика. Да, кстати, вот магик. Но они все равно разные. У магика, во-первых, глаза сиреневые, у этого черненькие. Так, здесь, опять же, все эти кони. Кони-кони. Ой, вот она красивая. Это индийская прогулочная лошадка. Да. Может быть, кстати, ты пойдешь на основу. Я пока не уверена. Этот слишком похож на араба. Ой, как ты прям меня манишь, что я не могу. Так, что же еще было? Или это, по-моему, все? Да, это все. Это все спойлеры на сегодня. Я не удивлюсь, если я завершу это видео, и у нас появится еще какой-то новый спойлер. Кто же его знает? В общем, вот, пока что это все спойлеры на сегодня. Сидим, ждем, ожидаем, к какому мероприятию эти кони приедут. Мне кажется, это кони ко дню открытых дверей. Которая будет весной или летом. В общем, неизвестно, когда эти кони появятся. Но сам факт. Вот такие данные масти ожидаете в игре. Ну, а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. А я пойду думать, как бы накопить на них СК.